Мультфильм «Головоломка» основан на реальных событиях. Точнее, режиссер Пит Доктор, наблюдая за подростковым кризисом своей дочери, составил сюжет, включающий забавных персонажей в голове маленькой девочки. Но и эти персонажи не были взяты из воздуха. В 70-х годах один психолог впервые выдвинул теорию о пяти базовых эмоциях человека. Гнев, страх, отвращение, грусть и радость. Интересно то, что эти чувства базовые, человек с ними рождается, а все остальные человечки в нашей голове, как, например, из второй части той же «Головоломки», приобретенные. Как ни крути, нам придется с этим жить. И как ни странно, в древнейшей книге Библии есть комментарии, касающиеся почти каждого из основных чувств. Например, гнев. Не спешите отождествлять его с грехом. Но христианский текст учитывает внезапность эмоции и предостерегает не столько от самого факта злости, сколько от того, что может следовать после вспышки ярости. Цитата. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Или вот страх. Это полезное чувство, которое может спасти нашу жизнь. И Бог не забирает страх из нас мистическим путем, а просто предлагает свою защиту в трудный момент. Цитата. «Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Такое же утешение в момент печали, тревожности и стыда. Все соответственные цитаты мы оставим в описании. Кому интересно, может прочитать внимательнее, не отвлекаясь на нашу безвкусную анимацию. К сожалению или к счастью, среди всего этого винегрета чувств есть только одна очевидно положительная эмоция – радость. «Мы всегда стремимся к радости. Но в свою очередь есть парадокс. Это теплое чувство чаще приходит как ответ на противоположные грусть, гнев и отвращение». Цитата. «Радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Мало кто знает, но христианское учение много говорит о радости. Библия говорит о настоящем счастье. Например, загадочное слово «Евангелие» буквально переводится как «радостная новость». А ведь этим словом озаглавлены кульминационные книги, повествующие об Иисусе. «Радость в том, что Он пришел нас спасти». «Радостная новость в том, что Он воскрес. Радость в том, что Он доступен». Вопреки заблуждениям, Бог – это не злой судья, сидящий на облачке и стреляющий молниями, а по-настоящему любящий создатель. Читая Библию, ты будешь испытывать страх, печаль, а иногда даже гнев и раздражение. Но, простите за спойлер, заканчивается все именно радостью. Радостью, которой хочется делиться. Радостью, которая никогда не закончится. Подпишись на Теос Медиа. Поддержи нас лайком. Если хочешь, посмотри другие наши видео. И до встречи в комментариях.